Начнем выпуск с важной информации для родителей. Целый ряд дополнительных мер в помощь школьникам из малообеспеченных, а также многодетных семей разработало правительство Тверской области. При этом были учтены пожелания самих родителей. Подробности у Романа Быкова. В Тверской области увеличена стоимость школьного питания, которое предоставляется детям из семей с невысоким уровнем дохода с 5 по 11 класса. Такое решение приняли региональные власти. Также теперь бесплатным питанием будут обеспечиваться ученики любого возраста из таких семей. Кроме того, правительство Тверской области прорабатывает меры, которые позволят получать горячие обеды всем, кто остается на дополнительные уроки. Это лишний раз послужит сплочению учеников. Все-таки есть мнение, и я его придерживаю, что мы сейчас будем изыскивать средства, наращивать возможность поддержки, чтобы все ребятишки имели возможность, кто дополнительно занимается в школе, иметь возможность питаться, было горячее питание, чтобы дети жили в одном коллективе. Еще один шаг касается школьной формы для детей из многодетных семей. Ее к первому сентября впервые получат учащиеся всех возрастов. До этого такая мера касалась только школьников с 1 по 5 класса. Кроме того, в рамках данной меры поддержки, Верхневолжья семья с тремя и более детьми не будет терять свой статус даже при достижении старшим ребенком 18-летнего возраста. По просьбам многодетных семей мы дополнили номинацию, что если старший ребенок закончил школу и учится на дневном отделении профессионального образования, либо высшего образования, то возраст старшего ребенка с 18 лет повышается до 21 года, чтобы младшие братья и сестры получали школьную форму. В настоящее время центром выплат «Тверская семья» составлен предварительный реестр получателей. Списки направлены для сверки в муниципальное образование. До августа в реестр будут вноситься корректировки. Напомним, что в 2020 году школьной формой бесплатно были обеспечены 11 784 учеников, в 2021 — 13 062 ребенка. В новом учебном сезоне эта мера коснется уже более чем 29 тысяч школьников.